Привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас за тест новинок Фаберлик. Будем делать с вами макияж. Итак, поехали. Начинаем с макияжа и, конечно же, потестим маски One Week Miracle. Просто сейчас утро, вечерком тогда с вами их обязательно попробуем. Уже самой не терпится. Очень интересно, но без вас не начинаем. Так, что мы сначала делаем? Мы подготавливаем кожу к макияжу. У меня уже тоник Реноваж на лице. Я его, кстати, перелила в распылитель. Тоник классно понравился. Перелила в бутылочку с распылителем. Мне так нравится гораздо больше. И сыворотка тоже у меня Реноваж. Вторая бутылка подряд. 0785 артикул. У меня дикий восторг. Мне вот так хватает 3 капельки. Ну, может быть, даже 4. Чтобы кожа была подготовлена к макияжу. Даже крем никакой, если честно, не хочется наносить. Потому что она настолько великолепна. С ней круто. Можно делать массаж. Она разглаживает. Она упругость придает. Ну, мне и лично. Еще хочется добавить вот возле глазу. Видите? Никакой жирности, ничего нету. Все отлично. Все нормально. Она вполне себе может выступать как праймер на веки. Кроме кайфа. У меня кожа ее съедает моментально. Прям действительно кайф. Так. Заодно я вам сейчас покажу. Мы с вами еще. Я вам не покажу. Не тестили. Эцклея на лице. Как он у нас с вами называется? В общем, тональное средство Эцклея. Есть у меня тут артикул. Да. 6571. У меня самый темный оттенок. И он действительно подстраивается. Он действительно подстраивается. И еще один фокус сейчас покажу. Я наносила тональное средство на лицо руками. Только, наверное, в 90-е, в 2000-е. Потом как бы спонжи, всякие аппликаторы. Это все удобно. Это все типа правильно и так далее. Это то тональное средство, которое позволяет, чтобы его наносили пальцами. И поэтому с утра сейчас, когда мне нужно быстро сделать макияж и бежать по делам, я делаю вот так. Видите, я даже крем дневной никакой не хочу наносить с этой свернутой. Я делаю вот так. И делаю вот так. Заодно сейчас посмотрите на нее на лице. Вот видите, ее пока видно. Я не знаю, как она вот так чудесно подстраивается. Она реально подстраивается. Она абсолютно не ожелтит. Здесь вообще, мне кажется, нет желтого пигмента. Но мне хочется, чтобы он был. Потому что без него вот единственный, как бы нашла минус в этой сыворотке. Он как бы тоже вот так. Она землистость какую-то, что ли, лицу придает. Да? Сейчас вы это увидите. Реально позволяет наносить себя пальцами. Это единственное средство, которое после такого нанесения не полосит, не западает в пору. У меня был шок. Ну просто как-то вот мне надо быстро было накраситься. В садик мы бежали, опаздывали. Вот. И я нанесла таким образом. У меня был шок. Вот даже три нажатия мне много. Два. Сейчас на декольте все распределим. То есть пока вы видите, да, что оно есть на лице. Сейчас буквально в течение пяти минут усаживается. На вейки везде наношу. Буквально в течение пяти минут усаживается. И его уже будет незаметно. Причем сначала, вот видите, есть такой немножко блестючий момент. И через пять минут пропадает. Пропадает и все отлично. Я забыла зеркало, пошла его искать. Вот. А то мне не особо видно. Где нужно немножко подправить. Вот идеально наносится пальцами. Вот кто против всяких спонжков, там вот этого всего. Кто привык наносить тональное средство руками, пальцами, да, это ваша история. То есть тон выравнивается, все отлично. Мне, кстати, от кожников так много вылезло. Три штуки. Это я сделала маску Фаберлик Тканевый Матча. И не смыла. Их же рекомендуют смывать. А я перед сном ее сделала. И легла спать. Я с утра проснулась вся в прыщах. А еще сыворотку из маски распределила по ручкам, по локоточкам. У меня прям красные пятна выступили. Через десять минут все прошло. Но я не поняла вообще этой реакции. Если честно. Так, ну все. На лице я его не вижу. Везде распределила. Сейчас средство усядется. И все отлично. Ни в поры, никуда не западать. Даже таким способом нанесения. Надо было сначала, конечно, праймер для губ не нанести. А я уже тональником сразу. На нем, кстати, нет артикула. Но я его обожаю. Вот всю зиму прям им и пользуюсь. Реально разглаживает губки. Ну вот давайте посмотрим. И подготавливает их к нанесению любой помады. Даже самой иссушающей. Не могу сказать, что здесь супер питательный момент какой-то. Это не бальзам. Ни в коем случае. Кто берет и рассчитывает, что сейчас ваши губы превратятся в чудо. Нет. Это праймер, девочки. Это праймер. Он-то нанес его, он выровнял. Ты не нанес его. Он тебе накопительным эффектом, каким-то ухаживающим особо не обладает. Видите? Все разглаживается практически моментально. Губы я так оставила бы и не трогала. Так. Рассказала вам про тональное средство. Вот в целом, смотрите. Все подстраивается. Все отлично. Все здорово. Прям супер-пупер. Мне нравится. Так. Дальше. Дальше с вами делаем контуринг. Будем мискерл сегодня тестить. Мне прям много есть, что сказать по этому продукту. На самом деле. Такой спорный. Палетка для контурирования, как всегда, в артикуле. Тоже не скажу, как он. Но вот та, в которой не малиновый румяна, а вот такие освежающие коралловые. Самое удачное. Малиновый румяна прям старят. Видите, как активно использую контуринг. Прям очень активно. Чуть-чуть. Слегка выше скулы. Прям чуточки. Овал лица. Видите, подкожник. Я его уже, конечно, выдавила. Я всегда давлю. Да, я такая. И моя кожа это воспринимает нормально. Но я, конечно, обалдела. Не смыла маску и проснулась себя в прыщах. С учетом того, что я вообще... Прыщи это такая редкость в моей жизни. У меня их даже не было в подростковом возрасте. Так. Тут, как всегда, после линии роста волос. Верхний век и в висок уходим. И носик. Могу такой же кистью. Пальчиками ее зажимаю, чтобы она была плоская. У нас вообще надо делать аккуратно. Потому что несколько миллиметров не в ту сторону. И вы его сделаете не ушек, а шире. Вот тут нужно очень аккуратно. И все то же самое с другой стороны. Готово. Вот, в принципе, тональная сыворотка, она уже дала усадку. Но, видите, вот какая-то землистость присутствует. Вот какой-то такой серый батон. Он мне не очень нравится, на самом деле. Может быть, был смысл взять наоборот самую светлую сыворотку. Потому что кто-то писал, что она как раз рыжит. Мне вот подходит, когда немножко с рыжиной. Но это лично мне. Так, дальше румяшки из этой же палетки. Прям чуточку. Они очень высоко пигментированные. Я сначала наношу вот так вот, втыкивающими движениями. А потом тушую. Добавим свежего румянца. Кстати, кто пренебрегает румяшками, вот очень-очень зря. Румяшки, тем более с таким освежающим коралловым батоном, они очень сильно тоже молотят. Когда лицо серое, это всегда смотрится грустно. В общем, вторая сторона таким же образом. Беру другую кисть и хайлайтер у нас тоже сегодня будет из этой палетки. Чуть-чуть, прям совсем над румяшками. И здесь. Внутренний уголок глаза уже пальчиком сразу. Под бровкой пальчиком сразу. В зеркало уже с вами крашусь. Вот так. Немножко вот тут лобик. И носик. Тоже пальчиком. Вот здесь, ближе к кончику ставлю точку. Вот тут. И ближе к переносице. Над губой. В принципе, уже так свеженько хорошо. Можно дальше не красить. Все отлично. Что будем делать дальше? Тени. Тени, 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 тени. Вот такую палетку хочу. Я что-то про нее забыла, а потом вспомнила. И мне так понравился кирпичный вот этот оттенок. Я поняла, что у меня такие цвета идут. И я его использую. Нет, не этот кирпичный. Вот этот. Он тоже какой-то кирпично красный. Кирпично-бордовый, что ли, не пойму. Очень странный, интересный оттенок. Причем у него есть шиммер мелкий. Вот у меня такие оттенки идут. У меня с такими оттенками глаза заплаканными не выглядят. Поэтому я смело им крашусь. Но тут уже зеркало никак. Наношу прям на все века. Безумно красивый оттенок. На нижний тот же самый. Все подтушевываем. И второй глазик так же. Затем беру самый светлый оттенок в этой палетке. Вот этот вот, как пудра. И его свекляю под бровью, куда могли попасть эти денежки наши. Заодно можно границу с помощью них подтушевать. Хайлайтер из этой палетки пальцем на середину подвижного века, чтобы открыть еще больший взгляд. На серединку чпокнули и растушевали. Второй. Подводка. Буду прорисовывать межресничку Жордин. Линейка вот такая вот сиреневая. Не знаю, есть они сейчас или нет. 55-366. Очень-очень красивые. На межресничке смотрится вот тоже прям прелестно. Вчера я ее откопала тоже в запасах. Ее не сильно видно. Но в то же время как-то вот освежает. Но это опять же, смотря какой у вас цветотип, смотря какого цвета у вас глаза. Мне подходит. Даже с этими тенями смотрится очень гармонично. Все. Второй глаз. Готово. Ну и теперь самое интересное. Тушь Мискер. Что хочу сказать. перевыпуск. Вот в таком золотом дизайне. Она. У меня здесь почему-то артикул непропечатанный, девчонки. По-моему, 56-761. Может быть, 58. Вторая цифра после пятерки у меня непропечатанная. Она такая и пришла. кисточка здесь, как и была у Мискер. То есть вот такая вот силиконовая, изогнутая. Начинаю наносить. И параллельно вам рассказываю. Потому что я крашусь ей уже пятый день, наверное. И у меня сложилось определенное впечатление. Что хочу сказать. Она очень классно ставит реснички. Они стоят подкрученные реально целый день. Вот целый день. Это плюс. Но вот посмотрите, как она наносится. То есть вот кто любит вот такие естественные реснички, можно уже все остановиться. Но опять же, если они у вас короткие и необъемные, вы ничего и не сделаете. Почему? Потому что то ли она очень густая, то ли запаска. Вы знаете, в каждой туши есть запаска. Ну так ее называют в народе. То есть вот этот вот колпачок внутри, его можно вытащить. И тогда тушь будет выдавать больше средств. То есть если у вас вдруг заканчивается тушь, да, кто любит вот так поэкономить. Мы так в студенческие годы делали. Вот эту запаску черную ножичком поддеваешь вот так. Или ножничками вот эту. Она внутри здесь. Вытаскиваем. И пользуемся тушью еще год. Здесь то ли вот запаска, так сделано. То ли слишком густой. Слишком густой. На выходе кисточка выходит практически без туши. Вот она практически без туши. Причем это нет. Она не сухая. Она не сухая. Это заметно. Я ей крашусь. Я эту вижу. Но слишком густой гель. Вот на кончике немножко выходит. Уже, кстати, первый слой застыл. Он абсолютно застыл. Вот показываю реснички. Так. И с тушью. Первый слой застыл. Очень быстро застывает. Даже меньше минут, наверное. Вот на кончике, на самой кисточке есть тушь. Чуть-чуть она выходит. Поэтому как бы я склонна к тому, что слишком узкая горлышко, слишком узкая запаска для этой кисти. Потому что на кончике выходит, которая не контактирует с запаской, а на кисточке ее практически нет. Вот это вот косяк. В прошлой версии такого не было. В прошлой версии нормально выдавала тушь, средство. Но, несмотря на этот косяк, который я считаю очень существенным, я в восторге. Второй слой. Этой тушью практически нереально сделать комочки. Если только вы 10 слоев не будете наносить. Этой тушью практически нереально склеить ресницы. Я делаю 3 слоя. Я делаю 3 слоя. Я люблю эффект драмы. Его с третьего слоя в принципе создать можно. Она их идеально прочёсывает. Есть шикарнейший объём. Видела других блогеров обзор на эту тушь. У них нет объёма. Но не забываем, что все мы разные. Если подошло мнение, не факт, что подойдёт вам. Если и наоборот, соответственно. Потому что по-разному у всех разные реснички. Разный угол наклона, разная густота, длина и так далее. Все по-разному красятся. Даже этот момент влияет. Вот я сейчас буду третий слой наносить уже. Нет, пока ещё не застал. Ну вот уже с двух слоёв в принципе. Классно. Посмотрите, как они подкручены. Мои реснички сами по себе совершенно не подкручены. Они у меня смотрят вот так вот прямо. Нижние сейчас прокрасим. Я надеюсь, вы поняли, о чём я говорю. В принципе, вот она когда раскрасилась, сейчас какой день, пятый я ей пользуюсь, да? Она немножко получше стала. Когда я наносила её первый раз, у меня было прям полное разочарование. То есть я мазюкаю, мазюкаю и ресницы. Эффекта, которого я хочу, я не вижу. Потом вот она и подраскрасилась сейчас немножко. И я поняла, в чём причина. Как бы поняла, что с ней не так. И использую теперь вот на кончике кисточки тушь. Вот смотрите, первый слой на другом глазике. То ли слишком густой, густой они её сделали, то ли узкое горлышко. Вот у меня только один. Вывод, потому что сама по себе тушь великолепная. Но мне не хватает средства на кисточке. Вот тупо его не хватает. Оно не выходит. Поэтому приходится много раз туда макать, да, чтобы хотя бы на кончике кисточки вот этого туши дошла до ресниц и создать что-то более-менее красивое. Вот один слой. Вот этот глаз у меня всегда косячный. А вот тут у меня косячная ресница, которая вот тупо смотрит вниз. Она никак заразы не выпадет уже, мне кажется, года два. Хоть выдернуть её пинцель, взять, что ли. Точно. И у меня редко какая тушь её ставит. Вот эта тушь её ставит. Вот она сейчас на месте, она вниз не смотрит. Вот косячные ресницы у всех такие бывают. А этот глаз у меня правый получается. Тут вообще ресницы и короче, и смотрят вниз. Они у меня совершенно разные. Они у меня и по размеру совершенно разные. Говорят, асимметрия лица это нормально. То есть этот глаз он уже, чем вот этот. Он вообще другой. Асимметрия лица это, говорят, нормально, даже вроде как хорошо. Вот постоянно приходится макать, добавлять, чтобы довести дело до конца, но меня результат прям вот полностью устраивает. Я довольна. Не скажу, что я там за одну минуту накрасила, приходится немножечко поводиться, но и не полчаса, чтобы получить красивые, естественные ресницы. Вот никаких паучьих лапок. Они идеально расчесаны. Они прям они все расчесаны. То есть, ну вот нереально ей накосячить. Если вы хотите купить тушь подростку, дочери своей, знакомым, кто вот только начинает краситься, или вы сами все время косячите. Ну бывает такое, но не всем дано. Это вот идеальный тушь. Ну ей не накосячишь. Как в носке. Я вам уже сказала, что реснички остаются подогнутыми в течение дня. Не опадают, как, допустим, от других тушей. Я вам уже рассказывала про них. Я уже не помню их названия, потому что они мне не подходят. Я голову себе этой ерундой не забиваю. Вот. Третий слой. Третий. Смотрите. И все отличненько. Еще вот хочется давать сухая кисть. Вот сухая, тупо сухая кисть. Без средства. То есть, не сухая, а без средства. Потому что потому что там ну вот видите, они склеились, но я их сейчас расчешу. Сейчас добавлю немножко, куда мне надо туши. И расчешу. И все будет отлично. хлопай ресницами и взлетай. Не отпечатывается у меня. Это опять тоже особенности каждого. Надо пробовать. Особенности строения века. Особенности вашей кожи. У меня не отпечатывается вообще. Снежную погоду вчера гуляли. Все. Вэль Гуд. Моя косячная ресница опять выскочила. Фиксируйся. Ей очень здорово можно подкрутить, расчесать и удлинить реснички у самого внутреннего уголка глаза. Вот она это позволяет сделать. Одна из немногих тушей. Кто любил Miss Curl, тому понравится это. Вот видите, с третьего слоя эффект драмы мне все-таки создать удалось. Я такое люблю. Но моя косячная ресница опять выпала. Вот она, видите? Вот она висит, зараза. Вставай. Так, немножечко придержать можно. И она у меня встает. Потому что тушь достаточно быстро засыхает. И ресницы становятся прям, твердые. Понимаете меня, да? Она всегда такой была Miss Curl. Вау. Сейчас второй глаз до ума доведу. Почти довела. Сейчас еще третий слой положу. Что-то. Ну, у меня у вас всегда косячный. Я всегда с ним дольше вожусь. Так, губки сейчас мы с вами сделаем еще. У меня здесь карандашик для линейки Глантинговый Млайнер в артикуле 482. Очень красиво и свежащий цвет. Он такой немножко с коралловым подтоном. А, видите, какой красивый. Такой вроде нюндовый, но в то же время. Освежающий. Это все красотки. Готово. Карандашик изумительный. Смотрится прям супер-пупер. Смотрите на реснички. Смывается тушь прекрасно, без эффекта панды. Даже с моими тремя слоями. Сейчас при естественном насыщении покажу. Подкрученные. Объем есть. Удлинение есть. Да, приходится повозиться, но мне нравится. Это того стоит. Она удобная, с ней тяжело накосячить. Но вот ее единственный косяк, то, что с густотой неправильно или с крышечкой что-то сделали. Не могу понять. Но в целом я довольна. Мне нравится. Макияж при естественном освещении реснички. Ну круто же. Она может быть даже не столько удлиняет, сколько подкручивает. И они смотрятся... Нет, она удлиняет однозначно. Но плюс, когда она ставит твои ресницы, так круто их подкручивает, они смотрятся еще в два раза длиннее. Правильно? Даже свои ресницы сухие взять, даже пальцем поднять. Опа! Они длинные оказываются. В общем, вот так. Я вам все показала, рассказала. А вы думайте сами. Я повторю. Я повторю. Мне нравится. Даже за этих ксиков все равно. Мне нравится. Я даже вот сейчас, наверное, свою лореалевскую тушь уберу пока подальше и буду пользоваться этой. По поводу плампера вам еще не рассказала, но у меня к нему, если честно, рука не тянется. Новинка следующего каталога артикул 46502. Я не люблю блески. В любых их проявлениях мне больше ближе матовой текстуры. Давайте попробуем нанести его на карандаш. Огромный спонжик. Просто огроменный. Действительно увеличивает губки, разглаживает. Все супер. Но я не люблю. На что-то мы его наносим. Все, спонжик сразу моментально окрашивается. Я не люблю блески. Поэтому, скорее всего, он у меня будет долго-долго лежать в пустой баночке и попадет никогда. Мне, кстати, приятно. Такая нитка пахнет. С плампером, кстати, вот так делать не надо. Но я все равно делаю. Мы его наносим. Аккуратненько. И ждем, когда он даст усадочку. Да, разглаживает губки такие блестящие, красивенькие. Но я не люблю, когда губы блестят. Ну, вот это не мое. Хотела еще вам сказать по поводу БАДа пищевой добавки, бронха. Мне тут Ксюшка закашляла. И вот как раз я получила заказ. Это где-то был третий день ее кашля. И он был такой сухой, надрывистый, непонятный вообще, откуда взялся и так далее. Больше никаких симптомов. Я ей дала сразу, как получила заказ, первую капсулку. И на следующий день через час она ко мне подходит и говорит, мама, у меня уже нет кашля. И кашляла она в итоге где-то два раза в сутки с мокротой после одной таблетки уже. Я ей продолжаю давать, почистить легкие и так далее. Сама еще не пила, потому что у меня сейчас достаточное количество добавок в употребление. Сейчас что-то допью и добавлю тоже. Потому что, видите, многовато. И добавлю, тоже попью. В общем, кашель сразу стал влажным и он перестал, в принципе, ее мучить. А был вот прям, ну, часто достаточно так. Вот кашлял сухой, такой надрывистый, прямо аж от которого горло начинает болеть. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, вот видите, как выглядит. Губки склеивают. Я хочу вот так сделать, девочки. Ну, вот так еще более менее. Так, пусть вот так остается. Вот, так что я была в приятном прям шоке. У меня даже ребенок сама обалдела. Так, по поводу кэнди-стория. Мое впечатление не изменилось. Водичка потрясающая, классная, вкусная, вишневая, гурманская. Вишня спелая, с кислиночкой такая прям здоровская, здоровская. Мне очень нравится. Она не стойкая, но мне кажется все равно, вот она самая стойкая из всей вот этой вот линейки. Рути-стория там и так далее. Самая стойкая. Те, они как-то совсем вот быстро пропадают. Очень быстро пропадают и не ощущаешь их. А здесь я на следующий день, когда куртку одеваю, я вот чувствую. Аромат, он присутствует. Вот этот вишневый-гурманский с кексиком, как я вам говорила, с каким-то там вот что-то такое. Ну, в общем, надо брать, пробовать, потому что цена вообще ни о чем. Ну, не понравится, там, подарите кому-нибудь, детям отдадите. Мне очень нравится. Я прям с удовольствием пользуюсь. Мне кажется, вот эта водичка у меня вот достаточно быстро закончится. еще 30 миллилитров, поэтому там вот так. Ну, все, вечер мы будем с вами One Week Miracle масочки тестить. Ну, что, глубокий вечер. Смотрите, как относилась тушь. Ресницы, как они были, так они и есть. Так же подогнуты, так же подкручены, нигде ничего не отпечаталось. Все отлично. Ну, а теперь смываем макияж и будем тестировать масочки One Week Miracle. Готово. Так, лицо мы с вами как следует чистим. Не только снимаем макияж, но и чистим, потому что ни одна маска, ни один крем, помним, у нас с вами не работает, если мы плохо очистили лицо. Вот так выглядит упаковка. Здесь 7 штук. Вертикл 0659. 7 дней совершенства. Эксклюзивный набор из 7 бифазных масок. То есть мы уже с вами видели, коробочка вот так красиво открывается, что здесь у нас масочки бьются вот таким образом. То есть тут такие дырочки и в них вставляется маска вот этим вот глазиком. Очень интересно на самом деле. И прекрасно видим, в обзоре заказа показывала, что здесь в этом глазике прозрачная какая-то субстанция и вот это как белая таблетка. Так, в сердце каждый нежный крем с биоактивным, с верциамарином и центелла азиатской. То есть белая это вот это, которая способствует разглаживанию морщин, активизирует регенерацию кожи на клеточном уровне. Я зачем это все засчитываю? Потому что я еще сама не знакомилась и мне надо на чего ожидать. И сказать вам, стоит ли этого ожидать или нет. Регенерация, глубокое увлажнение. Внешняя оболочка, то есть прозрачная, это плотный гель с экстрактами овса, гранаты, корни обсталотки. Мощный антиоксидантный эффект, выравнивает микрорельеф, дарит ей сияние. 2-3 раза в неделю или по мере необходимости. Удобно брать дорогу, ну, понятное дело. Открываем капсулу, смешиваем текстуры между собой, наносим маску на предварительно очищенное лицо и шею. Здесь достаточное количество и на лицо, и на зону декольте. Слегка помассируйте до полного впитывания. То есть мы не ждем полного впитывания, а массируем. Не смывать. Судя по всему, именно вот в процессе массирования здесь что-то раскрывается. Ну, потому что обычно пишут, ну, дождитесь, полного сохранили, просто не смывайте. Чтобы писали, массировать до полного впитывания. Я такое впервые слышу. Так, у нас здесь есть удобная вот такая штучка. Не приклеенная. С помощью которой маску открываем. Я надеюсь, что это все дело не очень жидкое. Ой, вообще очень тяжело открыть. Что это все дело не очень жидкое. Оно сейчас не начнет растекаться. О, все, еле-еле душателе. Нет, не жидкое, слава богу. Немножко осталось прям на крышечке. Сюда будут пропадать. И вот как бы, вот оно не течет, видите. Ну, я здесь прям сейчас попробую смешать. Вроде как все смешивается нормально. Ну, вот маркетинговый ход же, мы с вами прекрасно это все понимаем, что можно было и самим смешать, и в тубы разлить, как бы, да. И вот вам маска готова. Но нет, надо же сделать что-то интересное. Фаберлик в этом плане, конечно, молодцы. Не отстает. Идут в ногу со временем. Ну, все, я тут кое-как все это дело развозюкла. Смешала, пахнет как вся линейка Ван Вик Меркл. Нежная такая душка, еле уловимая. Чистота, цветочки, вот что-то такое. О, еще гель на дне нашла. Сейчас еще помешаю, как следует. И на лице перемешаю. Давайте сначала на декольте. Такая плотная консистенция, кремовая получается в итоге. Запах классный, мне нравится. Ее прям действительно много. Ее прям много. То есть можно прям хорошо декольте проработать. Но ее, по идее, должно быть много. Раз они пишут, что вот все пустое. Видите? Массируем до полного впитывания. Массируем. По сути, это у нас с вами ночной крем. Блин. Это не ванвик Меркл. Это, вы знаете, запах, что напоминает? Вот эту вот умывашку. Лучшую умывашку всех времен и народов, могу сказать честно. Я припробовала много корейских, много фаберлик. Лучше вот этого средства не встречала. Артикул уже есть. Он 0379, 0377, 0397 осио. Вот так пахнет. Есть легкие отголосы ванвик Меркл. И вот эта умывашка осио пахнет. А он и не думает впитываться. Хотя вот кожа прям такой жирной не выглядит. Но я на лице пока ощущаю. Массируем, заодно делаем массаж. Убиваем двух зайцев. На лице пока ощущается. Не скажу, что прям пленкой, но ощущается хорошо. Где-то слышала, что надо избегать отголосы вокруг глаз. Нет, здесь этого. Здесь такого нет. Упаковки избегать области вокруг глаз. А, вот нет, есть, нашла. Я не буду, конечно же, избегать. Потому что веки тоже нуждаются в какой прелести. Пленкой, пленкой. Вот сейчас ощущаю пленкой на лице этот продукт. Прям такой плотный, густой. Не скажу, что это неприятно, но я на лице ощущаю пленку. Я прям как хорошо. То есть пока мы с вами втаптываем ее в кожу, как нам рекомендуют, можно сделать массажик легенький себе. А можно и не легенький. Она и не думает пока впитываться даже. Нет, еще не впиталась. На декольте уже, в принципе, впиталась почти. Почти. На лице еще нет. Но начинает уже. Руки плохо ездит. Смотри, сколько минут уже. Шесть минут уже снимаю. Мешала минуту. Пять минут точно впитывается. Но это при постоянном массаже. Опять-таки. Ну вот практически. Ну что скажете? Пойду в зеркало гляну. Но по моим ощущениям, это, знаете, такая тяжелая артиллерия в плане питания. Вот я жаловалась, что мне на линейку золотом не хватает питания. Что она вообще не в тему выпущена зимой. Может быть, даже и летом кому-то от нее будет мало питания. Вот, пожалуйста, получается, главное, в масочке. Прям кожа напитанная. Знаете, как приблизительно. После чего, если кто-то пробовал кремы Варио, кто помнит, может быть, они даже еще в остатках где-то есть у нас по распродажам. Вот там был питательный крем. Там был увлажняющий и питательный. И вот питательный он был вот такой. Я как раз была беременна. Крис, у меня жутко струкла кожа лица. И меня спасло тогда Варио питательные баночки. Вот он прям, и зима была как раз, он прям вот похож по текстуре. Вот, а мука, он лежит на лице. Мы видим, в принципе, блеск. Но не то, что прям вот жирная кожа стала. Есть такой какой-то внутренний блеск, внутреннее сияние. И вот это вот питание. То есть, если есть какие-то мелкие мимические, они разглаживаются, гусиные лапки. Ну вот, если кожу поднять, надо было до и после вам так сделать. Боже. Надо массажем срочно. Надо заниматься. Какая? Ну, у меня об этом сейчас. Вот, что хочу сказать. Питание. Вот пока я вижу прям питание, питание такое, тотальное питание. Очень все напиталось. Как будто вот мелкие морщиночки так заполнились, увлажнилось. Все, все хорошо, все замечательно. Буду смотреть с утра, потом в обзоре каталога еще дополню. Отзыв свой до обзора еще успею разок ее использовать или два. Дополню отзыв, расскажу, как с утра выглядит кожа, потому что для меня это показатель прям показатель. То есть, если средство хорошее, у меня кожа лица с утра выглядит хорошо. Средство, которое я наношу на ночь, если оно не очень, если оно мне не подходит, я могу, даже если мало спишь, все равно лицо должно выглядеть хорошо. Есть такие средства, они действительно есть. Поэтому я вот именно к тому, что наношу на ночь, отношусь немножко придирчиво. Я должна проснуться, у меня должен быть свежий, отдохнувший вид на лице, пусть там глаза не сияют бодростью, но вот кожа должна выглядеть хорошо. Здесь такое впечатление, что да, оно так и будет. Но посмотрим. Очень-очень питательный продукт, очень питательный. Липкость легкая пока есть. Видите, легкая. Но я думаю, сейчас все пройдет. Кстати, уже вот в этой зоне начинает кожа все это дело съедать, и она уже вот здесь вот именно, смотрите, не блестит. Вот тут кожа прям все съела, если нос еще немножко поблескивает, но нос это вообще отдельная история, то вот тут на щечках уже все съелось, и когда прикасаешься к коже, она такая бархатистая и матовая. Вот видите, никакого тут блеска нет абсолютно. Вот тут уже впиталось, и кожа очень-очень бархатистая. На декольте еще почему-то не так. А щечки прям бархатистые. Лоб начинает уже в бархат окутываться. Вот это мне нравится, это мне очень нравится. Прям вот бархат. Куда-то делась вот это все питание, получается кожа все это съела, так моментально интересно. И вот тут прям вот, знаете, как будто заблюрено, как будто после блюра. А вот зимой такие маски можно на утреннее применение, перед выходом на улицу, можно пополам одну делить, нормально. Ну если без декольте, конечно. Вообще продукта много, достаточно много. Вообще какие-то, знаете, катышки скатываются. Как будто мелкий песочек такой в пушковом волосе, не знаю от чего. Но вот он есть, вот он есть. У меня скраба до этого не было, чтобы вы не подумали, я другими продуктами очищалась. Когда начинает оно матовым становиться, ну немножко скатывается продукт. Но это ночной продукт, поэтому если, конечно, тональный крем сейчас класть, то это наверняка будет скатываться. Но это ночной у нас с вами продукт, поэтому притираться сильно не будем. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Ссылка для регистрации, как всегда, в описании. А я вам в обзоре каталога обязательно расскажу, как с утра себя чувствовала кожа, и после второго применения, как она себя чувствует. В общем, отзывы по новинкам все всегда в обзоре каталога дополняю. Всех любит, целую, всем пока-пока.